Итак, апостол Павел, придя в Афины, начинает разговор с философами, с учителями афинскими, да и просто с афинянами, которые хотят что-то послушать. И он зацепляется на некую, скажем так, точку соприкосновения. Он находит неведомого Бога, которого славят афиняне. Он находит что-то такое, что их затрагивает. Господь удивительно работает в сердцах людей. Понимаете, у каждого человека есть какая-то такая точка, через которую Бог готов до нас достучаться. У каждого человека есть что-то такое, что его действительно волнует. А для афинян, для греческой цивилизации, это как раз и был вопрос, а может быть наше поклонение не совсем правильное. Они, правда, выражали этот вопрос так, а может быть мы забыли кого-то из богов. Они устроили жертвенник неизвестному Богу, чтобы не забыть, чтобы на всякий случай хотя бы тоже ему поклониться. Именно за эту точку, именно на эту точку и находит апостол Павел. А он хвалит афинян, он говорит, что вы набожные люди. И говорит им, сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам. Он находит общую точку, он находит точку соприкосновения, и он начинает разговор. Наша проблема, наша ошибка очень часто заключается в том, что мы ведем разговор в лоб. Называется, мы подходим и говорим человеку сразу, Бог тебя любит. На что человек говорит, отстань. У нас не хватает времени к этому человеку присмотреться. У нас не хватает времени понять этого человека и, обращаясь к Богу, в молитве к Богу спросить, как мне до этого человека достучаться? Как мне до этого человека донести твое слово? Есть ли какая-то точка соприкосновения? Есть ли что-то такое, что для этого человека особенно важно? Что-то такое, что ему нужно услышать. Что-то такое, что ему нужно пережить. Что-то такое, что в чем он понимает? Да, в моей жизни есть незавершенность, в моей жизни есть неполнота. При всей полноте пантеона греческого он оказался неполным. Именно на это и делает ставку в данном случае апостол Павел. Именно так и начинает он проповедь. За что можно зацепиться у наших современников? За что, к чему можно обратиться? На что можно обратить внимание? Ну, для того, чтобы это понять, надо присматриваться. Например, встречаясь с молодежью, беседуя с молодыми людьми, обратите внимание на их жизнь. Только не на то, что вот они не такие, как мы. Боже мой, естественно, они не такие, как мы. А мы не такие, как наши родители в чем-то. А наши родители не такие, как бабушки, дедушки. Это всегда было так, это всегда будет так. Но попробуйте все-таки понять, какие они. Попробуйте понять, что этих людей радует, что этих людей угнетает. Попробуйте понять, почему они рассуждают именно так. Попробуйте понять, используя пример, который я приводил на нашей первой встрече пару дней назад, почему человеку, вывесившему свои фотографии в ВКонтакте или в Одноклассниках, так важно, чтобы кто-то по поводу этих фотографий высказался. И почему ему неприятно, если никто не высказывается. Попробуйте понять, чего ищет человек, чего он хочет, к чему он стремится. Нащупайте ту точку и просите Господа, чтобы он помог вам нащупать ту точку, в которой этому человеку действительно сейчас нужен Бог. Или, по крайней мере, то, что он воспринимает как потребность Бога. На самом деле нужен Бог по многим причинам. Да, но у каждого из нас есть конкретная причина, которая для нас кажется самой главной. Например, те из нас, кто живут в больших городах, отлично знают, что такое разобщенность. Я не знаю, как у вас в вашем городе. Но, допустим, в Москве сегодня уже многие живут на лестничных клетках, даже не зная, как зовут соседей. Не говоря уже о том, чтобы, я не знаю, общаться, спрашивать, как дела, или вместе праздники отмечать, как это было, может быть, 50-60 лет назад. Нет, человек может жить, и соседей он может не знать. И при этом человек, особенно попавший в этот большой город, ощущает себя отрезанным от всех. Он ощущает себя в изоляции. В Москве сейчас большое количество гастарбайтеров. Вот таджики, узбеки, которые строят, которые управляют маршрутками, водят такси, которых на улицах полно. Но, знаете, что мы увидели, и что нас просто поразило? Если познакомишься с кем-то из них, спросишь, как его зовут, он уже расплывается в улыбке. А если через день, через два его встречаешь, водителя той же самой маршрутки, на которой постоянно ездишь, и еще вот это имя, там, Пархат, допустим, да, что-нибудь такое, вспомнишь и воспроизведешь, и назовешь его по имени, вот у него улыбка шире ушей. Потому что, там, два-три, во-первых, это запомнить, потом на два-три дня, значит, два-три дня не забыть, потом обратиться по имени. Слушайте, к ним никто не обращается по имени, их называют просто таджиками. Но вот это такой ключик, я бы не сказал, что золотой ключик, но просто ключик, который помогает устанавливать контакты с людьми. Вот Павел начинает с того, что устанавливает контакты с людьми. Вы особенно набожны, вы поклоняетесь Богу, которого не знаете, и вот об этом Боге я буду вам говорить. То, что Павел говорит дальше, нам с вами сегодня кажется, ну, совершенно очевидным. Но для Афинин каждое из следующих утверждений апостола Павла было революционным. Начиная с 24 стиха. Апостол Павел буквально громоздит друг на друга откровение. Смотрите, что он делает. Бог, сотворивший, сотворивший мир и все, что в нем. Ну, начнем с того, что греческие боги были сами сотворенными, они не были вечными. Некто был хаос, из которого все происходит. Начнем с того, что боги никогда не рассматривались, не осмысливались, как творцы всего мира. Опять-таки, у них были свои узкие полномочия, но никак не творцы всего мира. И вот Павел говорит об этом боге не просто как об одном из многих. Ребята, вот у вас есть такое-то, есть такое-то, есть такое-то. Я вам еще добавлю одного. Он говорит об этом боге, как о боге исключительном. Таком боге, само существование которого ставит нас перед выбором. Вот нельзя так, что все они плюс еще один. Варианта только два. Либо все вот те башки, либо этот. Но если этот, то все другие уже не к месту. Все другие уже не нужны. Если этот, то в системе мировоззрения всем другим места уже не остается. И вот это, друзья мои, невероятно современная, невероятно актуальная вещь. Христианство претендует на исключительность. Оно не может соседствовать с другими верованиями, как одно из них. Или Христос, или все остальные. Вот именно так выглядит христианское мировоззрение. Но прежде, чем идти дальше, мне нужно сказать об одной очень тонкой грани, которую сегодня многие не замечают. Но понимать ее нужно. Эта грань видна и у Павла. Порою, на основании того, что я сказал только что, нас, христиан, обвиняют в экстремизме. Вы считаете, что христианство исключительно, значит вы экстремисты. Значит вы ущемляете права представителей других религий. Соответственно, закон об экстремизме, соответственно, юридически определенные последствия и прочее. Я бы хотел обратить ваше внимание здесь вот на что, чтобы, по крайней мере, в наших с вами головах вот это разграничение провести. экстремизм предполагает, что мы считаем, что мы исповедуем превосходство, обратите внимание, некой группы людей. Если бы мы с вами говорили, христиане это люди первого сорта, все остальные люди второго, третьего и так далее сортов. Вот это было бы экстремизм. Христиане лучше всех остальных просто потому, что мы христиане. Экстремист проповедует исключительность некой группы людей, будь то нация, будь то раса, будь то религиозная общность. экстремист проповедует исключительность некой группы людей и на этой основе, на этом основании уничтожает или уничижает по крайней мере все остальные группы людей. Вот немецкий нацизм был экстремистским по своей самой сути. Арийская раса, немцы имеют превосходство над всеми остальными. Вот это экстремизм. Христианство никогда этого не проповедовало и не проповедует. Апостол Павел будет говорить в послании к римлянам все согрешили и лишены славы Божьей. О себе он будет говорить как о первом из грешников. Он будет говорить о том, что перед Христом нет разницы между иудеем и эллином. Он будет говорить о том, что мои личные достижения это ничто по сравнению с Божьим призванием. Вот единственное, что дает мне достоинство, это Божие призвание. Христианство никогда не проповедует исключительности самих христиан. Христианство не говорит я стал христианином и поэтому теперь я имею право возвышаться над всеми остальными людьми. Христианство говорит об исключительности жертвы Иисуса Христа. Еще раз, не об исключительности самих христиан, а об исключительности жертвы Иисуса Христа. а об исключительности Божьей любви, не превознося при этом одну из групп людей над всеми остальными. Мы, христиане, точно так же боремся с грехом, как неверующие. Более того, наше осознание греха куда острее, чем у неверующего человека. Неверующий человек может соврать, обмануть, и совесть его мучить не будет. Ну а что, нормально, все так живут. Христианина при этом замучает совесть. У нас есть борьба, и эта борьба очень серьезная. И вот, когда в следующий раз вы, допустим, услышите, что нельзя говорить об исключительности Евангелия, нельзя говорить об исключительности Христа, это экстремизм. Запомните, пожалуйста, экстремизм, это когда мы говорим о нашей исключительности. Мы лучше других. Но мы с вами отлично знаем, что мы не лучше других. Мы с вами отлично знаем, что Христос оправдал нас, Бог оправдал нас во Христе по своей великой милости, по своей великой благодати. Вот Павел говорит о Боге, который своим существованием исключает всех остальных богов, который своим существованием делает всех остальных божеств совершенно ненужными. Сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, это продолжается та же самая мысль. Вот это разделение мира на сферы влияния, оно больше не нужно, потому что Бог охватывает все. Не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. У греков одна из идей жертвоприношений заключалась в том, чтобы восполнить нужду богов. Богов нужно было кормить, богов нужно было поить. Получалось, что боги нуждаются в нас, людях, что божества зависят от нас, что жизнь божества зависит от человека, который этому божеству служит. По этой причине, если человек забудет служить божеству, божество на такого человека гневается. И, собственно, правильно делает, потому что не рвен час, а оно, то самое божество, умрет. Апостол Павел говорит, нет, вот тот неведомый бог, которого я проповедую, которого вы не знаете, но ему кланитесь, он другой. Он не нуждается в служении наших рук. Не то, чтобы мы давали ему жизнь, он сам дает жизнь и нам, и всему окружающему. Но тогда вопрос, зачем же мы поклоняемся Богу? Ответ очевиден, для нас с вами сегодня очевиден. Для Афинина это тоже было революционно. Мы поклоняемся Богу, потому что Его любим. Мы поклоняемся Богу не потому, что Он от нас зависит, что Ему будет плохо, если мы Ему не поклонимся. Мы поклоняемся потому, что хотим сказать Ему спасибо. Мы поклоняемся Ему потому, что хотим признаться Ему в любви. Потому что Он наш Творец, потому что Он наш Бог. И это совершенно другая мотивация, это совершенно другая причина для поклонения. Понимаете, мы говорим, ребята, важно благовествовать, важно рассказывать Евангелие. Но если мы с вами замолчим, Господь не скажет, что же такое, кто теперь будет рассказывать. Если ученики замолчат, помните, как Иисус говорил, камни воззапьют, камни заговорят, Бог способен на это. Если мы замолчим, хуже будет не Богу, хуже будет нам, потому что мы окажемся непослушными Его призванию. Дело не в том, что когда кто-то из нас не слушается Бога, Бог так сидит где-нибудь у себя там на небесах, чешет в затылке, и говорит, ну что такое, ну вот Вася меня совершенно не слушается. Как мне теперь жить вообще? Что мне теперь делать в этом мире, когда Вася меня не слушается? В этом плане нет, Бог не зависит от нас. Если Вася не слушается, Бог будет действовать через кого-то еще. У него найдутся способы действия. Но проблемы будут не у Бога, проблемы будут у Васи. Вот эти истины, которые для нас совершенно очевидны сегодня, апостол Павел и формулирует, обращаясь к Афининам. 26 стих блестящ совершенно, опять-таки, если его понимать в контексте. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. А греки считали себя, ну просто, по определению выше всех остальных. Есть греки, ну еще римляне, да, с римлянами спорить особенно не приходится. Есть все остальные. Человечество делится на две категории. Мы и все остальные. Понимаете, это то, что на самом деле свойственно каждому из нас в детстве, в мальчишеских играх. Вот наш класс и те соседи, бэшники, первый А и первый Б. Вот наш двор, это нормальные люди. Ну и те соседские, это на соседнем дворе. На соседнем дворе рассуждают примерно так же, но для них все наоборот. Знаки меняются. Вот наша страна и вот эти, которые против нас ополчились. Свой-чужой. Стих, который мы с вами только что прочитали, в первых же строках, в первых же словах, опровергают это разделение на свой-чужой. Пред Богом этого разделения нет. По крайней мере, это разделение не по крови, не по сотворению. От одной крови он произвел весь род человеческий. Значит, разделение это уже не существует. И для греков это тоже прозвучало как нечто новое. И все же разделение будет. Об этом разделении Павел скажет несколько позже. Разделение это будет по принципу, пришел человек ко Христу или нет. Принял он Христа или нет. Но в отличие от плотского разделения, где своих принимают, а чужих бьют, духовное разделение призывает нас несколько к другому. Любить своих и также и любить, и благовествовать тем, кто еще далеко. Любить своих, это христианская жизнь, это общение внутри тела Христова. Благовествовать дальним, это тоже христианская жизнь, это миссионерское служение. И опять-таки, благовествовать из любви. Опять-таки, это совершенно иное, иные взаимоотношения между людьми. Это совершенно другая, иная парадигма по сравнению с тем, что человеку свойственно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok